Доброе утро, Полтава! Провести эту неделю, как мы ее начнем, как мы ее покажем. Игорь Изотов, журналист, который набрался смелости показать полтавчанам, на чем же ездят наши ворскла. И что самое смешное, они-то ездят вроде бы так на хороших машинах, за что же они деньги получают. Наверное, знаете, как у Винни-Пуха, неправильные пчелы, так и здесь, неправильные болельщики. Наверное, мы неправильно понимаем футбол. Ну, тут как посмотреть, с одной стороны, деньги, кто им платит хозяин-барин, сколько хочет, сколько и платит. Мы просто, просто болельщики приходят на футбол. Я считаю, я считаю, что нужно такие вещи просто людям знать. Мы часто общаемся с людьми перед матчем, после матча. И многие люди объясняют результат тем, что футболистам просто не стыдно. А не стыдно почему? Потому что они не живут в обычных домах, где живут люди, они ездят в общественном транспорте и так далее. И они объясняют это тем, что они просто после таких проигрышных игр им не надо смотреть людям в глаза. И вот многие люди так говорят. А футболисты? Я с футболом мало пересекаюсь. Сами футболисты, они в городе вот так ходят? Они ходят. Они ходят и по центральным улицам гуляют. И встретить можно. И полтовчане молчат, никто им ничего не говорит? Ну, просто на предпоследней игре мы видели, как парень один выскочил даже на поле, пытался там что-то им объяснить, что давайте, ребята, играйте. Ну, в основном как? То есть, если футболисты бродят где-то по городу, то чаще с ними просто фотографируются там, ну, как со звездами местного разлива, сделают фотографии. Раньше там просили автографы, сейчас больше фотографируются. Какая самая дорогая машина, которую вы увидели? Самая дорогая это была, это был Мерседес, ML, по-моему, 350. Цена его? Цена его, ну, я все машины, кстати, смотрел на авторе, сколько что-то все одинаково проверял. Цена его 2,5 миллиона гривен. Ничего себе. Значит, ребята неплохо вроде бы как должны получать, все-таки содержание такой машины, сама покупка. Впечатления от вчерашней игры? Грустно. Грустно. Грустно, потому что ничья или грустно, игра была слабая? Я не был на игре. Ну, если так, ну, если по-честному, если по-честному, то не заслужили даже и ничью. Играли очень плохо, точнее, даже не играли. То есть, футболисты на поле мучились, можно так сказать. И правду сказал тренер на после матча и пресс-конференции, что мучились. Ну, повезло, повезло. И сравняли счет, ну, это мало, скажем, такой результат, мало о чем говорит. И болельщики на протяжении матча и на стадионе кричали, что нужно тренеру упаковать чемоданы. И, ну, не нравилось. И людей мало было по сравнению с Лигой Европы. Пришло, может, меньше трех тысяч было людей. Так на глаз. А я, честно говоря, надеялся, что песня «Карпаты» снова програла футбол. Будет актуальна. Оказывается, не актуальна опять. К сожалению, мы имеем то, что имеем. «Карпаты», кстати, вот несколько лет назад у них, они провели чистку. Они разгрузили зарплатную ведомость, чтобы не было таких высоких зарплат. У них сейчас играют молодые ребята, юные. И им там в средний возраст команды около 20 лет. Всех набрали с детско-юношеской академии. Ну, в основном, то есть, чтобы не вдаваться в детали. И показывают такой же результат, как, собственно говоря, и наша команда. А по игре, по игре так и лучше. А в «Локомотиве» там много молодых ребят? Я так обратил внимание, мне показалось, что много молодых. В «Локомотиве» тоже много, но у них так построен клуб. У них модель такая. То есть, они из молодых ребят, они их выращивают и отдают их дальше. Продают. Ну, это как бизнес. Ну, это такой бизнес, да. Жалко. Что из вашей работы веселого, прикольного за последнее время? Смешного, позитив на всю неделю. Смешного, позитив. Ну, у нас на студии иногда случаются разные ситуации. Я видел, когда к вам Голубнычий приходил, он тоже много спешного рассказывал. Ну, случаются всякие, в основном по работе случаются всякие заминки разные. Бывало такое, что договаривались с чиновником, скажем так, опять не будем называть фамилии. Договаривались по поводу интервью. Договорились, все нормально. Они иногда просят перечень вопросов. Вот это тоже у них есть такая вещь. Ну, стараемся избегать этих вещей, потому что по ходу интервью всегда возникают какие-то разные... Они боятся довольно часто. Да, они боятся. Прислали перечень вопросов, договорились на время, пришли на время, ждет секретарша. Мы договорились на интервью и так далее. В общем, все эти нюансы, окей, хорошо, пришли. Заходит он в кабинет и сразу сходует, зачем, что вы пришли. Ну, мы пришли на интервью, все же нормально, договаривались. Нам не понравились ваши вопросы. Не понравились ваши вопросы, мы не будем давать интервью. Ну, как так, вроде уже все договорено. Уже должен выходить вечером выпуск, мы готовим, скажем так, к новости, к интервью. Все это готовится, все это работа, это не так просто. Отказался писать интервью. Пришлось записывать сходу, то есть, самое главное, оператору быстро... Точнее, не выключать камеру вообще. Записывали там, как сумели, и прямо в коридоре в этом. И бегали за ним с камерой. Ну, в общем... Ну, у меня пока места такого, слава богу, не было. А если нет, то отказывается сразу. Нет, и все. Хорошо. Вот такой у нас Игорь Изотов, смотрящий правде в глаза, особенно в футбольной теме. Но будем надеяться, что Ворскла все-таки наберется ума. Либо мы изменим свое мнение и будем болеть за то, чтобы они проиграли наконец. Воевать там. Ворскла, проиграй, пропусти, и т.д., и т.п. И немного... Да, говорите. Я думаю, что мы за Ворсклу все-таки будем болеть в том плане, чтобы она имидж города нашего прославляла и добывала победы. Я думаю, что с командой все будет в порядке. Нужно разобраться, какие-то нужно принимать решения в клубе. Может, чем-то даже помочь с нашей стороны, как болельщикам. Да, да. Болельщики, в принципе, болельщики-то переживают. Вчера на стадионе были фанаты, которые кричали. Ну, то есть люди пришли на футбол, люди поддерживают команду, чтобы не было там, и какие бы результаты не были. Я думаю, что все будет хорошо. Ну, еще немного. Я на предыдущей игре был, не на вчерашней, а с Локомотивой. Мне, я увидел, не хватало какого-то шоу, чего-то еще, что-то вот, фаны свою изюминку преподносят, но еще чего-то вот, надо что-то над этим думать. Ну, вчера, допустим, пригласили вот этих барабанщиков, которые... О, серьезно, были? Да, были барабанщики, они там самые лучшие были на поле за 90 минут. Барабанщики отыграли, да, классно было. Ну, надо побольше, конечно, нужно... Я, кстати, писал об этом, что нужно с болельщиками тоже работать раньше. С болельщиками одна из важнейших работ, мне кажется, то же самое должна быть проводиться, потому что, во-первых, мы должны культурно это все смотреть, во-вторых, я был с ребенком, словарный запас у моей дочки пополнился, скрывать не буду. Но оно как-то было ненавязчиво. Да, были люди выпившие, Лиза очень жестко реагирует на алкоголь, на пьяных людей. Но здесь она этого не видела, она получила удовольствие. Все-таки хотелось бы, чтобы стадион был полный, чтобы люди приходили и получали удовольствие. Ну, нужно работать. Вот я, допустим, был на многих стадионах в Украине, есть чем сравнивать. Есть чем сравнивать. И должны быть, вот, допустим, в таком случае должен быть семейный сектор. Семейный сектор вот на стадионах делают либо по центру, то есть подальше от фан-зоны. И туда приходят люди с детьми, семьи, отдыхают там. Кстати, много на игре с локомотивами было много людей с детьми. Я это увидел, и причем я видел женщину с коляской даже. Люди приходят, и они хотят это видеть. Ну, ничего, будем надеяться, что будет все хорошо. Так, немного о погоде. Сегодня уже не так жарко, обещают. До 26 градусов, ясно. Максимум 26 градусов, ну, посмотрим, что будет. Ну, я думаю, что нормально. Хотя... Это хорошая погода. Да. В субботу, говорят, 36 где-то было в Полтаве. Видели люди. Есть среди моих фейсбук-друзей девушка Людмила Волошина. У нее сегодня день рождения. Мы ее поздравляем с днем рождения, здоровья, сил в том, что она делает. Она мне очень сильно помогает. Игорь, какую музыку сегодня слушать будем? Музыку? Музыку поставим «Я буду долго гнать велосипед». Согласен. Найдем и для Игоря специально эту песню поставим. Спасибо Полтава, удачи, здоровья, доброе утро. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.